Древние цивилизации Непредсказуемость природы внушает нам страх. Примерно 3300 лет назад засуха, казавшаяся бесконечной, породила Землю. Люди решили провести обряд, чтобы узнать, не спошлют ли небеса дождь. Запись об этом сохранилась внутри пустого черепашьего панциря. Жрец пал ниц и вопрошал, прольется ли дождь в ближайшие четыре дня. Не дождавшись ответа, он спросил снова. Толковать гадание по костям предстояло императору, и он предсказал, что дождь будет. Согласно древним источникам, ливень прошел десятью днями позже. Гадальные кости позволяют составить представление о людях, живших на берегах Желтой реки несколько тысячелетий назад. Кости фиксируют их жизнь, суровую и полную лишений. Сегодня костяные оракулы – ключ к тайнам древней цивилизации Китая. Фильм пятый. Цивилизация Желтой реки. Тайна костяных оракулов. Цивилизация Желтой реки возникла в третьем тысячелетии до нашей эры. Таинственные надписи на костях – часть ее культуры. Давайте отправимся в прошлое и познакомимся с китайской цивилизацией, появившейся пять тысяч лет назад на берегах Хуанхэ. Сегодня река также полноводна, как и в те времена. Исток реки расположен в гористой местности. Среди скал и долин провинции Шэньси она становится уже и в итоге обрывается, образуя крупнейший в мире лесовый водопад Хукоу. В реве этого девятиметрового гиганта тонут все прочие звуки. Несколько раз в день, когда солнечные лучи проникают сквозь туман, над водопадом встает радуга. А внизу под ним безостановочно катятся волны. Истоки реки находятся в горах Кунь-Лунь, в западной провинции Цинхай, а впадает Хуанхэ в Бахайский залив на востоке. Растянувшаяся на 5465 километров, Хуанхэ рассекает пополам великую китайскую равнину. Это колыбель китайской цивилизации. Перед нами лесовое плато в средней части бассейна Хуанхэ. Крупнейшее в мире, оно образовано слоями лесовых отложений, принесенных ветром. Его средняя высота – тысячи метров над уровнем моря. Это засушливая пустынная местность, где сложно выжить даже неприхотливой растительности. Однако много тысячелетий назад здесь начали селиться люди. Они вгрызались в лес, чтобы построить жилище. Такие дома-пещеры получили название Яо-Дун. Господин Чжан Гоубау – местный житель. Даже его амбар вырыт в лесовом склоне. Он и его предки поколениями селились здесь, чтобы пасти стада. Мы живем тут вот уже пять поколений. Мой дом находится там, на холме. Мы живем так же, как жили предки. Дом жителя лесового плато в пятом поколении весьма скромен. В нем две комнаты – спальня и кухня. Лесовые стены обеспечивают теплоизоляцию. Так что здесь прохладно летом и тепло зимой. Это традиционное жилище – свидетельство мудрости тех, кто жил здесь в далеком прошлом. И хотя сейчас лесовое плато выглядит пустынным, пять тысяч лет назад все было иначе. Когда-то русло Желтой реки пролегало именно здесь. И в те времена это была плодородная, полная жизни земля. 5 тысяч лет назад здесь зародилась неолитическая цивилизация. Плодородные почвы позволили земледельцам создать аграрное общество. Так появилась культура Яншао. Древние жители также ловили рыбу в водах Хонхэ. Они создавали искусные, сложные снасти, способные поспорить даже с современным рыболовным крючком. Предметы той эпохи позволяют ближе познакомиться с повседневной жизнью их владельцев. Впечатляет тот факт, что представители этой культуры первыми начали есть пропаренное зерно. Свидетельство тому – эти глиняные котелки. Обилие зерна и богатые урожаи оказали позитивное влияние на культуру. Если они изготавливали такие котлы, значит, они перешли от сырой к вареной пище. Обрабатывали зерно паром. Это не только привело к увеличению роста людей. Изменился весь рацион, улучшилось здоровье. Какие же злаки выращивали в то время? Ответом может стать удивительная находка, сделанная в неолитическом поселении. Это опереженные просиные семена. Крестьяне выращивали и ели проса. Раскопанные жилища дают представление о том, как жил этот народ. Шесть тысяч лет назад здесь была деревенская община. Останки жителей обнаружены в этом древнем погребении. Средняя продолжительность жизни составляла 20 лет, а покойников хоронили в общих могилах. Интересно, однако, что мужчин и женщин клали раздельно. Это было матриархальное общество с женщинами во главе. Мужчины из других кланов приходили ночью, чтобы спать с женщинами, а потом возвращались домой, в ту деревню, где у них было поле, где они работали. После смерти их хоронили вместе с родичами по клану. Об этом свидетельствует ряд особенностей погребения, как и устройство жилища. Это общество было не похоже на те, где норма является моногамный брак. Керамику культуры Яншау обычно покрывали рисунками черного цвета. Эти рисунки могли быть самыми разнообразными. Рисунки привлекают многих ученых. Существуют разные гипотезы относительно их происхождения. В целом рисунки можно подразделить на два типа. Первый тип — что-то вроде шифра. Но в чем его назначение? Мы думаем, что он служит для записи современных его создателям событий. Он передает информацию, как и узелки кипу, которые возникли позднее. Эти рисунки можно рассматривать как раннюю письменность. Желтая река меняет направление примерно раз в столетие, прокладывая новые русла и оставляя старые. Для местных жителей ее вода была источником средств к существованию. К сожалению, основанное имя царства тысячелетиями было не более чем легендой, а его происхождение покрыто тайной. Только в конце правления династии Цин, благодаря случайности, стало известно о существовании этой цивилизации. В 1899 году один пекинский чиновник заразился малярией и обратился за помощью к знахарю. В состав прописанного настоя входил толченый черепаший панцирь, и внутри него чиновник обнаружил непонятные знаки. Этот панцирь оказался одной из гадальных костей, записей оставленных легендарной династией Шан. Так чиновник, металлург и исследователь Ван Ижун стал первооткрывателем костяных оракулов. Сначала Ван заинтересовался происхождением находки. После длительного расследования он узнал, что кости привезены из Аньяна, города в провинции Хэнань, на притоке Хуанхэ. Расположенный на широкой равнине, Аньян с древности служил местным транспортным узлом. Современный Аньян – типичный китайский город с населением около 5 миллионов человек. Однако во времена династии Цин здесь открыли древнюю шанскую столицу – город Инсюй. До начала раскопок здесь были обрабатываемые поля. Но когда в 1928 году археологи начали работу, они обнаружили настоящий клад артефактов, в том числе бесчисленные годальные кости. На месте раскопок был основан музей-парк Инсюй. Здесь же обнаружили ямы, заполненные костяными оракулами. В самых больших находилось до 17 тысяч костей. Всего же при раскопках Инсюй их было найдено около 170 тысяч. После того, как панцирь снимали с черепахи, на внутренней стороне вырезали иероглифы. Большинство находок сделаны из черепашьих панцирей, но для некоторых использовали кости других животных. Надписи выполнены уникальным шанским письмом. Так о чём же они повествуют? Большинство гадальных костей содержат адресованные богам вопросы, касающиеся важных проблем, таких как война. Надпись на этой кости относится к безопасности императора. Следует ли ждать нападения народов Дуньи, восточных варваров? По гадальным костям мы можем сделать вывод, что люди династии Шан считали важным почти 3,5 тысячи лет назад. Так они просили совета у богов, когда хотели основать селение. Ещё одна частая тема гаданий – сельское хозяйство. Один из гадателей спрашивает, когда мне сажать просо, и получает ответ – сажай в первый месяц. Гадальные кости фиксируют всё, что занимало обитатели шанского двора. Гадали даже на пол будущего ребёнка императрицы. Костя предсказали рождение наследника, и, как гласят источники, через 10 дней действительно родился мальчик. Гадальные кости – уникальные обычаи эпохи шан. Метод гадания был очень прост. Сначала вопрос записывали на кости, а затем кость накаляли на огне. Образовавшиеся на кости трещины трактовали как благие или дурные знамения. Считалось, что шанский император правит своим народом сообразно воле небес. Даже политика государства определялась с гаданиями. Поэтому подобные находки помогают нам узнать больше о правителях той эпохи. Гадальные кости относятся к эпохе шан, времени, когда производительность труда была низкой, а знаний об окружающем мире не хватало. Многим природным явлениям не находилось объяснение. Люди верили в сверхъестественное. Поэтому гадания предшествовали всем важным событиям – воинам, путешествиям, сельскохозяйственным работам. Династия шан изобрела гадальные кости и создала уникальную культуру. Здесь, 3300 лет назад, в эпоху наивысшего расцвета, располагалась столица царства. Основателем династии считается царь Тан, в 1600 году до н.э. свергнувший династию Ся. Столицу перенесли в район современного Аньяна около 1300 года до н.э. и династия шан стала доминирующей экономической и политической силой в регионе. Этим бронзовым маскам придали облик людей культуры шан. Они жили на берегах Хуанхэ и положили начало цивилизации Желтой реки. Обряды занимали важное место в жизни людей шан. Практиковались и человеческие жертвоприношения. Симу-У-Дин, или квадратный котел матери У, величайший из бронзовых находок той эпохи. Он весит 875 килограммов и использовался в обрядовых целях. Во время ритуалов туши коров и овец сжигали на жертвенники целиком. Симу-У-Дин играл в этих ритуалах очень важную роль. Люди шан считали его символом императорской власти и силы династии. Гигантский бронзовый котел был отлит в правлении императора У-Дина период расцвета Шанской империи. В нем воплотилось тогдашнее могущество династии Шан. Котел обнаружили в гробнице Инсюя. Эта гробница оказалась нетронута мародерами. В ней сохранилось множество ритуальных предметов из бронзы. Здесь же обнаружились останки заживо похороненных людей. Свидетельство высокого социального статуса покойного. В погребении также были найдены груды раковин. Раковины в те времена служили деньгами. Бронзовые статуэтки и украшения из Инсюя прекрасны. Это изделия тонкой работы, украшенные изображениями животных. В гробнице было найдено не менее 1900 артефактов, включая изделия из нефрита. Одно из них может рассказать о личности погребенного здесь человека. На этом кубке вырезано имя Фу-Хау. Это значит, что гробница принадлежит Фу-Хау, супруге императора У-Дина. Фу-Хау была не только женой правителя, но и главнокомандующей шанской армией. Она известна как первая женщина-полководец в истории Китая. Фу-Хау, третья жена У-Дина, вела множество войн и расширила территорию империи. Династия Шан подчинила 90 сопредельных народов, распространив свою власть от современной внутренней Монголии на севере до берегов Янзы на юге. Но в чем причина столь впечатляющих успехов на поле боя? Ключ к разгадке лежит в погребении Чимакен-Авэнсюй. Здесь похоронены лошади, запряженные в колесницу. Использование колесниц в то время также подтверждается надписями на гадальных костях. В них часто встречается иероглиф, обозначающий колесницу. Все это свидетельствует, что народ Шан не только пользовался колесом, но и строил подходящие для повозок дороги. Кроме того, это означает, что люди Шан были очень мобильны и могли преодолевать большие расстояния за сравнительно короткое время. Дзинань населенный пункт к востоку Атаньяна. Расположенный в нижнем течении Хуанхэ, этот город некогда в эпоху весны и осени был столицей царства Ци. В мае 1990 года во время строительства скоростной железной дороги Дзинань Циндао здесь обнаружили царскую гробницу династии Ци. Вместе с царем были погребены его лошади и колесницы. Место находки оставили нетронутым, построив вокруг него музей древнего гужевого транспорта. В гробнице площадью 40 на 15 метров захоронено 32 лошади и 10 колесниц. Такие колесницы предназначались для армии. По обычаю того времени после смерти властителя лошадей опаивали алкоголем и хранили вместе с повозками. В древнем Китае колесница была символом боевой мощи. Количество боевых лошадей и колесниц, которые могло выставить древнекитайское царство, определяло его силу на поле боя. Этот же критерий служил показателем богатства царства. Чем больше колесниц и лошадей, тем дороже их содержать. Такие траты были не под силу маленькому государству. в той эпоху колесница была серьезным оружием. В погребении также нашли множество наконечников стрел. Это смертоносное оружие часто использовалось в бою. Доказательство тому найдено и здесь же останки человека, умершего от попадания стрелы. Разящие стрелы и быстрые колесницы делали древние битвы весьма ожесточенными. Особенно опасны в сражении были колесничьи стрелки. Несравненная боевая мощь династии Шин породила оригинальную космологию. Народ Шан дал имена четырем странам света, окружавшим их империю. Буква Я, вырезанная на гадальных костях, обозначает центр Вселенной. Представление об империи Шан как о центре мира отразилось и в форме гробниц. Люди Шан почитали небо и верили, что их страна расположена посредине, между небом и землей. На одном из бронзовых изделий той эпохи можно прочитать слово «Джунго» «Срединное царство». Таким образом, империя Шан видела себя в центре всего мироздания. Благодаря культурному и техническому превосходству, династия Шан постепенно расширяла свою зону влияния. она покорила бассейн Желтой реки и дошла до района современного Чэнду. Существуют свидетельства, что Шан торговала с соседними царствами. Например, нефрит ввозили из Хатана в Синьцзяне, а медь из Юнани. Люди Шан контролировали большую часть центрального Китая и активно занимались торговлей с соседями. Город Чэнду, расположенный на одном из притоков Янзы в юго-западном Китае, стоит на обширной равнине в древнем сельскохозяйственном регионе. Благодаря своему положению, Чэнду еще в древности стал важнейшим транспортным узлом. В этом административном центре провинции Сычуань процветали торговля и ремесла. И сейчас память о Золотом веке живет на улицах города. Здесь также были обнаружены следы культуры бронзового века современной шанской цивилизации. К раскопкам приступили в 1986 году после находки первых бронзовых предметов. В Чэнду также были найдены гадальные кости, обожженные во время обряда, но без малейших следов надписей. Причина в том, что у местных жителей в те времена не было письменности. Местные гадальные кости отличаются от обнаруженных в Инсюи. У жителей Чэнду не было письменности, результаты гадания нужно было фиксировать иначе. Найденные здесь предметы разительно отличаются от предметов культуры Шан, центра цивилизации Желтой реки. Историки доказали, что местные жители испытывали заметное влияние культуры Шан. Между между ними происходил культурный обмен. Чэнду расположены в Сычуанской котловине, то есть во впадине со всех сторон окруженной горами. Здесь обнаружены следы влияния всех соседних народов, включая Шан. Контакты не всегда были мирными. Но в результате тут возникла развитая культура бронзового века. Она вошла в историю под названием культуры Шу. Она известна прежде всего благодаря бронзе из поселений Сан-Син-Ду. 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 В те времена насилие и война были неотъемлемой частью жизни. Бесчисленные юные воины гибли, защищая свою землю. Но как же Сан-Син-Дуй связан с династией Шан? Одна из годальных костей Ин-Сюэ содержит надпись, относящуюся к Сан-Син-Дую. Эракул сообщает, что император посетил царство слонов. Этим царством, вероятно, и был Сан-Син-Дуй, известный предметами из слоновой кости. Бронзовые изделия Сан-Син-Дуя также определенно испытали влияние Шан. Об этом говорят характерные детали, присущие шанской бронзе. В Сан-Син-Дуи также были обнаружены раковины, шанская валюта. Контактируя с соседними народами, цивилизация Желтой реки распространяла свое влияние. Желтая река меняет свое русло примерно каждые сто лет. Подобное событие произошло и во времена династии Шан. падение династии сопровождалось хаосом и цивилизацию Желтой реки унаследовало новое царство. Царство Джоу распространило свою власть к югу от Янзы, упорядочив письменность и философию и подхи Шан. В основу государства Джоу легли принципы конфуцианства. Главные ценности конфуцианства это преданность и сыновняя почтительность. Эти качества ценились еще в эпопу Шан. Иероглифы с этими значениями часто вырезали на гадальных костях. Люди Шан высоко чтили предков, совершали обряды в их честь. Подобные ритуалы передавались из поколения в поколение. Конмяу «Дом Конфуция» посвящен мыслителю, жившему две с половиной тысячи лет назад. В 1994 году ЮНЕСКО признало его объектом мирового культурного наследия. Каждый год множество людей совершают паломничество в этот храм, чтобы выразить почтение великому философу. Доктрина конфуцианства основана на почитании предков. Эта местность покрытая лесовыми холмами. С древних времен люди живут здесь в домах, прокопанных в лесе. жилища уходят вглубь земли. Узкая кирпичная дорожка ведет ко входу в дом. Дома соединены друг с другом и окружают большой внутренний двор. Хотя обстановка в них современная, внешняя форма жилищ не менялась с глубокой древности. Они построены примерно тем же методом, что и дома пещеры Яодун. Мы живем тут, потому что это почти ничего не стоит. Ты можешь выкопать себе дом почти бесплатно. На кухне есть специальное место, где хранятся глиняные кувшины с едой. А печь венчает фигурка божества. Это Цао Цюнь повелитель очага, хранитель дома. В доме также есть алтарь, а на нем стоят таблички с именами предков. Местные жители верят, что предки защищают потомков даже после смерти. Поэтому по древней конфуцианской традиции подобные таблички хранят в доме и почитают священными. Это продолжение конфуцианской традиции уважения к предкам. Когда династия Чжо упала, сто властителей центрального Китая начали бороться за власть. Эти времена раздоров вошли в историю как весны и осени и период сражающихся царств. Однако в 221 году до нашей эры Китай был объединен под властью династии Цинь, положившей конец раздробленности и нестабильности. Сиань, бывшая столица империи Цинь, стоит на лесовом плато. Через город протекает крупнейший из притоков Хуанхэ, а окружает его стена, построенная во времена династии Мин 600 лет назад. Отсюда начинался великий шелковый путь из Китая на запад. И этому обстоятельству город обязан своим этническим разнообразием. В районе улицы Сиянши обычно селятся представители народа Хуэй. Длина этой живописной и звучной улицы 300 метров. Большинство магазинов на ней принадлежат Хуэй, китайским мусульманам. Все они сейчас проживают около 100 тысяч Хуэй. Наши предки приехали из Ирана тысячи лет назад. Да, мы все они уже тысячи лет и мы все мусульмане. цинь. Цинь он построен на том самом месте, где армия была обнаружена. Эти терракотовые солдаты обладают внушительным для того времени ростом в среднем около 180 сантиметров. Каждый вылепленный из глины солдат имеет собственное лицо и уникальную позу. Различаются также одежда и прически. Нашел терракотовую армию местный крестьянин. В 1974 году я нашел голову терракотового воина в земле. Сначала я ее не заметил, но затем, когда стал рыть колодец, она попалась мне на глаза. Без меня ничего не нашли бы. 15 июля 1974 года группа китайских археологов, предвкушая большую находку, приступила к раскопкам. Их взгляду предстали терракотовые фигуры, изображающие гвардию императора Цинь Шихуана. Когда фигуры извлекли из земли, они были раскрашены. На некоторых следы краски сохранились и сейчас, но в большинстве случаев они стали бесцветными. пигмент выцвел на солнце буквально за несколько часов. Однако при создании их красили в яркие цвета. На сегодняшний день открыты четыре склепа общей площадью 25 380 квадратных метров. Начавшись 40 лет назад, раскопки продолжаются и по сей день. Всю трудную и кропотливую работу приходится делать вручную. с каждым вставшим на место осколком двухтысячелетней терракоты археологи реконструируют цивилизацию Желтой реки. Вместе с фигурами воинов в гробнице Цинь-Шихуана обнаружили две бронзовые колесницы, запряженные парами терракотовых лошадей. Хотя фигуры коней воспроизведены лишь в половину реального размера, они кажутся живыми. Век царства Цинь оказался недолг. Великая стена, построенная для защиты от набегов восточных кочевников, только ускорила падение династии. Люди бунтовали, не в силах выносить тяготы величайшей стройки в истории. Мятежи распространялись как пожар. И со смертью Цинь-Шихуана империя погрузилась в хаос. Цинь-Юль, полководец царства Чу воспользовался обстановкой и сверх династию Цинь. Он же отобрал у терракотовых солдат оружие и поджог фигуры. Империя Цинь ушла в историю вместе с терракотовой армией. Циньский императорский двор ввел огромные налоги и изгонял людей на общественные работы. Раздоры между князьями после смерти Цинь-Шихуана только способствовали падению империи. Налоги и принудительный труд привели к бунтам и народ поддержал бунтовщиков. Династия Цинь пала очень быстро. То есть с одной стороны великие стройки Цинь были очень успешны и помогали объединить государство. А с другой деспотическая власть Цинь-Шихуана погубила в конце концов его империю. Но даже после гибели империи Цинь цивилизация Желтой реки продолжала производить уникальные произведения искусства. Прекрасный пример тому пещеры Лунмэнь. Этот комплекс строился на протяжении 400 лет. В нем 2345 отдельных гротов и 110 тысяч статуй Будды, высеченных в скальной породе. Однако главное достижение китайской цивилизации это ее письменность. Надписи на гадальных костях, появившиеся в империи Шан 3300 лет назад, развелись в систему письма, которую сегодня используют 3 миллиарда людей по всей планете. Даже сегодня археологи бьются над разгадкой древних письмен гадальных костей. Сегодня известно около 170 тысяч костяных оракулов. Их иероглифика включает 5000 знаков, но расшифровано только тысячи из них. с тех времен, когда гадатели чертили внутри черепашь панцирей, письменность заметно развелась. Отдельные иероглифы, представлявшие собой пиктограммы упростились. Письменность костяных оракулов прошла тысячи лет эволюции и в итоге превратилась в современное китайское письмо. Сегодня китайская письменность или ханьцзи разделяется на несколько каллиграфических стилей, известных своим изяществом. В письменах костяных оракулов, нанесенных на внутреннюю поверхность черепашьего панциря, отразились мудрость и верование жителей древней Хонхэ. И в отдых Желтой реки сейчас, как и тогда, течет сама история. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова